Что нужно сделать для развития Тюлькубасского района? Каким отраслям направлениям стоит отдать предпочтение? Какие индикаторы не реализуются в развитии района и есть ли способы решения проблем? На эти вопросы были даны ответы на выездном заседании в Тюлькубасском районе. Аким Туркестанской области Дархан Сетвалды отметил, что потенциал Тюлькубаса используется не в полной мере и поручил Акиму района и руководителям управления усилить работу по всем направлениям. Халатность приводит к ухудшению чистоты и порядка. Санитарная чистота во дворах многотажных жилых домов и некоторых медицинских учреждений в Тюлькубасском районе не соответствует требованиям. Такое положение в некоторых школах. Нужно повысить качество улиц и дорог. В местах культуры и отдыха также стоит активизировать работу по благоустройству, уборке. Тюлькубас очень благоприятный для развития туризма и производства. Рядом проходит международная магистраль. Вы должны пользоваться такими возможностями. Порчаев провести конкретную работу по увеличению рабочих мест и привлечению инвестиций. На выездном заседании Аким Тюлькубасского района Нуржан Истлеов отчитался об итогах 2022 года и по показателям за 4 месяца этого года. Объем инвестиций в основной капитал в Тюлькубасском районе в 2022 году составил 18,6 млрд тенге. План на 2023 год – 23,5 млрд тенге. В ближайшие три года запланирована реализация восьми промышленных проектов общей стоимостью 323 млрд тенге. В 2024 году планируется строительство завода по производству питьевой воды и напитков ТО «Бибарс Ботлерс» и завода по производству кормов для рыб ТО «Барсуксай». Остальные шесть проектов планируется реализовать в 2025 году. В результате будет создано 1606 новых рабочих мест. Объем производства увеличится на 84,6 млрд тенге. Дополнительно в бюджет поступят 6,8 млрд тенге. Со стороны руководства региона поставлена задача по привлечению новых инвесторов и увеличению количества проектов. В этом направлении будут начать работы. На совещании Дарханцет-Балды дал поручение Киму района устранить выявленные недостатки и систематизировать работу по развитию района совместно с управлениями. Он отметил, что необходимо повысить доходы в бюджет района, поддержать молодежь, решить вопросы в сфере здравоохранения, образование, улучшить инфраструктуру, открыть новые предприятия и качественно реализовать проект «Аул Монатэ». Эффективно использовать госпрограммы, трудоустраивать жителей. Недавно назначенному главе района Нуржану Истлееву нужно продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения. Ружан Жиринбаева, Салбек Монсюрхан. Новости. Салбек Монсюрхан. Новости.